На Алиэкспресс стартовала известная всем распродажа 11.11, и по этому случаю мы решили выбрать 11 компьютерных товаров и сувениров, которые вам могут пригодиться и при этом стоят недорого. И да, никаких Xeon, Xuanan, китайских SSD и прочих чехлов для iPhone, только действительно полезные вещи, которые пригодятся многим компьютерщикам. У нас есть промокод MKNews700, скидка 700 рублей при покупке от 5600 рублей, а это, напоминаю, 80 долларов. Действует для всех пользователей и сочетается со всеми прочими скидками, которые вы нашли в сети. Но это не точно. На связи МК. Поехали! Как вы чистите свой системник от пыли? Силой легких, пылесосом или силой мысли? Может кто-то покупает одноразовые баллоны? Сложно назвать такое решение экологичным. К тому же они сильно охлаждаются в процессе работы. Используйте пылесос не так эффективно, как баллоны. Китайцы решили пойти по достаточно простому пути. Они взяли мощный 100-ваттный моторчик, подключили его к емкому аккумулятору и прикрутили узкое сопло. Небольшой вентилятор, вращаясь на скорости в 40 тысяч оборотов в минуту, создает немалое давление, которого без проблем хватает для очистки ПК или клавиатуры от пыли. Одной зарядки хватит на 30 минут работы. Этого достаточно, чтобы почистить даже самый грязный системник. И самое главное, цена, 2000 рублей без всяких промокодов, что сравнимо с 4-5 обычными газовыми баллонами. Разъем USB-C становится все популярней. Через него работают почти все смартфоны, возможно скоро и Apple. Появляется все больше флешек и внешних дисков, и даже подключают мониторы. Поэтому иметь парочку USB-C в современном компьютере уже необходимость. Однако есть одна загвоздка. Большинство даже новых плат среднего ценового сегмента этим разъемом обделены, или же имеют в количестве одной штуки. Но не беда, выход всегда есть. Чаще всего из множества PCI-Express слотов в компьютере занят только верхний, в него мы вставляем священную видеокарту. Остальные слоты обычно свободны, но это можно исправить, купив в PCI-Express плату переходник с несколькими USB Type-C. Стоит такое решение обычно не более полутора тысяч рублей и подходит к любому ПК, который имеет свободный PCI-Express слот, даже если он работает на Core 2 Duo. Конечно, подключить монитор у вас к такому USB-C не получится, но вот большинство хабов и смартфонов через него заработают без проблем. Причем это не единственная возможность таких плат расширения. С их помощью можно добавить к ПК Wi-Fi, еще один-два Ethernet или даже компорты. Мы же отметим другое интересное использование ненужного PCI-Express слота. Возможность установки переходника с поддержкой NVMe SSD. Дело в том, что хватает мощных процессоров Intel вплоть до шестого поколения, материнских плат для которых с поддержкой NVMe не было и уже никогда не будет. А получить возможность быстрой работы с данными и добавить парочку M.2 слотов хочется, и выход плата-переходник. Все дело в том, что NVMe по сути и представляет из себя четыре линии PCI-Express, поэтому какой-то сложной электроники в переходном модуле нет, из-за чего стоят они очень недорого. Мультиметр – полезная штука в хозяйстве. Вон и настройки пригодятся и в ремонте ПК, да и банально проверить розетку. Самые дешевые дубовые китайские мультиметры обойдутся вам несколько дешевле тысячи рублей, однако имеет смысл удвоить эту стоимость и получить умный гаджет с зарядкой от USB-C и большим ярким экраном. Разумеется, если вы профессиональный электрик, то такой мультиметр вам точно не подойдет, но в бытовых задачах, по многочисленным отзывам купивших решения от PSYD, они показывают себя очень неплохо, да и как подарок начинающему компьютерщику, выглядят идеально. Вас тоже удивляют теплопакеты современных видеокарт, которые легко заходят за 200 и даже 300 Вт. Производителям приходится создавать для охлаждения горящих GPU мощные системы охлаждения, а так как состоят они из меди-алюминия, весят такие произведения инженерной мысли нередко больше килограмма. И хотя многие производители плат уже стали усиливать верхний PCI-Express слот, все равно современные мощные видеокарты в корпусах ощутимо провисают. Это выглядит неэстетично и может привести к искривлению текстолита и образованию микротрещин, из-за чего видеокарта может выйти из строя. Решение проблемы – банальная подставка. Конечно, можно приколхозить ее самостоятельно или из подручных средств, но мы считаем, что проще заказать готовый красивый держатель, благо на Алиэкспресс они начинаются всего от пары сотен рублей. Современные SSD, пожалуй, самые запутанные компьютерные комплектующие. Посудите сами, все видеокарты подключаются через PCI-Express. Современные ОЗУ через DDR4, ну или DDR5. А вот SSD может подключаться и по SATA, и через M.2 двух видов, и PCI-Express, и даже M.SATA, если мы берем старые ноутбуки. И дабы убить трех зайцев одним выстрелом, можно купить на Али небольшой адаптер, который позволяет подключить большую часть современных и не очень SSD к ПК по обычному USB. Кабель умеет работать с SATA SSD или ноутбучными жесткими дисками, а на плате адаптера распаяны коннекторы для M.SATA или M.2 SATA SSD. Увы, подключить NVMe накопитель не получится никак. Он требует реализации PCI-Express, что и сделать на мультиадаптере сложно. Но и такое решение закроет 90% рынка потребительских SSD. Причем обойдется оно вам с доставкой дешевле 1000 рублей. Современные гаджеты умеют работать через USB-C, microUSB и Lightning. И носить с собой сразу три зарядных шнура достаточно неудобно. Выход — небольшой магнитный брелок, который имеет вышеуказанные порты в нужных сочетаниях и легко цепляется на связку ключей. Стоит он при этом всего 200 рублей, что можно назвать подарком для тех, кто постоянно заряжает свой смартфон в дороге. Да, быстрой зарядки тут не будет, но подпитать свой телефон или смартфон друга можно будет без проблем. В ролике про мусорные процессоры мы показали вам кремниевую вафлю. Да, это их официальное название. Именно из таких пластин получают кристаллы процессоров, видеокарт, а также кроп-матриц фотоаппаратов. Разумеется, произвести такие вафли сложно, поэтому стоят они очень дорого, до нескольких сотен тысяч долларов. Правда, есть одно важное «но». Бракованные вафли, кристаллы из которых никогда не смогут работать, стоят не дороже, чем сам кремний, из которого они состоят. Красивая переливающаяся пластина необычно смотрится на полочке. Разумеется, если Почта России довезет ее в целости и сохранности, так что стоит предупредить продавца запаковать пластину получше. Мы уже привыкли, что в смартфонах и ультрабуках есть датчики отпечатков пальцев, которые позволяют быстро входить в систему или подтверждать покупки. ПК этой удобной фичи лишены, и мы по старинке вводим пин-код или пароль. Однако это можно легко исправить. Китайцы научились производить USB-датчики отпечатков пальцев, которые стоят около тысячи рублей, при этом совместимы с Windows Hello. А значит, с их помощью можно разблокировать компьютер, просматривать пароли в Chrome и подтверждать покупки. Вы заметили, как мы обросли гаджетами за последние годы. Теперь на зарядку нужно ставить и ноутбук, и планшеты, и смартфон, и умные часы, и наушники, и пауэрбанк. Список можно продолжать долго. Разумеется, розеток на все гаджеты не хватает. Выход? Взять одну мощную зарядку сразу с несколькими USB-портами. Такие решения выпускает, например, Bazeus. Компания в рекламе уж точно не нуждается. В их ассортименте есть зарядник на 100 Вт с поддержкой Power Delivery и четырьмя портами. Двумя USB-C и двумя USB-A. Как итог, от нее можно зарядить сразу и ноутбук, и смартфон, и еще пару портов под мелочевку останется. Да, стоит такая зарядка немало, около 3,5 тысяч рублей. Но зато, благодаря технологии GAN, она достаточно компактная, слабо греется и обладает всеми необходимыми защитами. Вдогонку к многопортовому заряднику. Да, он позволяет заряжать сразу много гаджетов. Но что делать с проводами? Постоянно отключать, подключать неудобно. Поэтому можно купить дешевый силиконовый органайзер, который по сути представляет собой зажим для проводов. Крепится он на двухсторонний скотч и на Али очень много разных версий. И для семи кабелей сразу и с разными расцветками, так что можно подобрать органайзер на свой вкус и цвет. Прошли времена, когда механические клавиатуры были роскошью и на них смотрели как на диковинку. Сейчас различных механик продается очень много. Среди них есть и дорогие премиум решения, но и есть и простые клавиатуры без лишних для многих наворотов. Например, такое решение есть у Xiaomi. Строгий стиль без вырвиглазной подсветки, достаточно надежные красные переключатели Каил и при этом полный набор из 104 клавиш всего за 3000 рублей. У клавиатуры нет русской раскладки, но это можно легко исправить, купив кейкапы с русскими символами. Если вы хотите начать заниматься записью роликов или стримингом, вам нужно подумать о звуке. Лучше смотреть на конденсаторные микрофоны, которые значительно превосходят динамические. У меня стоит AKG P220, который стоит около 12 тысяч рублей, а к нему нужно еще и купить аудиоинтерфейс. И если вы новичок, вам такое оборудование покупать не обязательно. На Али есть куча хороших моделей, которые работают не хуже брендовых. Mauno. Как пишут на официальном сайте, основатель фирмы, посетив Африку, восхитился местными камнями, танцующими людьми и занялся выпуском аудиотехники. Этот кислотный бред не отменяет того, что микрофоны фирмы действительно выдают качественный звук. Я добавлю в наш список комплект MaunoCaster Lite, в который входит конденсаторный микрофон с разъемом XLR, микшерный пульт со встроенной звуковой картой, блютусом и даже аккумулятором, ветрозащитой и треногой. Короче, полный комплект для хорошего старта за 7 тысяч рублей. Если нужен только микрофон с обычным USB, у компании есть добротный комплект PM430 за 4 тысячи. Feefine. Эта компания уже не нуждается в представлении. На просторах YouTube хватает обзоров на микрофоны этой компании, называя их убийцами Блюетти. Моделей там куча, но мы остановимся на USB-микрофоне со встроенной звуковой картой Feefine K678 за 5 тысяч 400 рублей. У этой модели пользователи отмечают качественный звук и низкий уровень собственного шума. Если у вас есть опыт покупки микрофонов на Али, напишите в комментах свои варианты. Для борьбы с эхом можно приобрести вот такой акустический экран. В прошлом году в похожую подборку мы включали термопасты, кронштейны для мониторов, усилители Wi-Fi сигнала. В общем, на Али можно найти много интересного. Если нашли что-то стоящее, расскажите об этом всем в комментариях. Читайте IT-новости в нашем сообществе ВКонтакте, подписывайтесь и не болейте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч.